Доброе утро! Добрый день! Видно ли, слышно? Посигнальте. Отлично! Итак, давайте мы приступим к дальнейшему изучению наших тем. У нас с вами курс естествознания. Приготовьтесь, пожалуйста. Мы, как всегда, с вами повторяем изученное и протягиваем ниточку знаний к следующей теме. Итак, напомню, в начале урока мы с вами всегда говорим о том, что изучали и чем занимались. И поэтому позволю себе еще раз задать те вопросы, которые у нас были в конце прошлого занятия. Напоминаю про свойства системы. Мы с вами разбираемся с системным подходом. И сегодняшний урок не исключение. Этим занятиям по системе у нас посвящено примерно 5 часов. Поэтому сегодня у нас только второй час занятий. Ну и еще где-то урока 3 будет посвящено системному подходу. Ну, наверное, не зря, ребята, это ключевая такая тема. Наверное, самая важная тема, потому что те, кто уже понял, даже на... Извините, пожалуйста, как всегда надо голосовые связки немножко, да, прочистить. Итак, даже на таком простом примере, как шариковая ручка, мы с вами разбирали свойства системы. Вы спрашиваете, сколько? Сегодня у нас один урок, естественно, да, а всего этой теме посвящено 5 уроков, 5 часов. Так стоит в нашей с вами программе. Итак, свойствами системы является то, что она состоит, напомню, из разных компонентов. Но эти компоненты обязательно подходят друг к другу, то есть они взаимосвязаны между собой. Система обладает целостностью, она имеет новую функцию, которой нету отдельных компонентов. Удобно писать. Поэтому приготовьте, пожалуйста, ручки, приготовьте ваши записи. И мы, как всегда, путешествуя по слайдам, посмотрим, что будет нас ожидать впереди. А ожидает нас вот такой системный подход. Раз мы сказали, что система – это целая, обладающая новой функцией, то этот подход является не только научным методом, но и решает очень важные задачи. Дело в том, что если мы не будем в природе учитывать системный подход, то вы, наверное, прекрасно понимаете, что у нас будет невозможно осуществить какие-то и открытия, в том числе, да, и какие-то новые введения. Ведь техника развивается. И мы говорили о том, что наука, изучающая технические устройства, на основе биологических объектов называлась бионика. Био – жизнь и слово техника. Если мы соединим, мы как раз получаем то научное понятие, которое мы с вами можем продолжать при изучении природной среды и внедрении ее уже в технические сооружения. Мы приводили множество примеров. Так вот, если не учитывать системный подход, то ни одно сооружение подобно природному функционировать не будет. Будет лишь грудой или набором каких-то деталей. Итак, посмотрите, пожалуйста, действительно заданный вопрос, как говорят мудрецы, это уже половина ответа. А еще мне нравится выражение, когда мудрые ученые сравнивают вопрос, вопросительный знак, с крючком, на который ловится идея. Вот давайте будем задавать хорошие вопросы и ловить идеи. Ну а, конечно, Виктория, мы будем касаться животных, но непосредственно зоологией занимается одна из наук биологии. Поэтому мы лишь только соприкасаемся и с названиями, и с какими-то живыми объектами. Итак, посмотрите, пожалуйста, на тему. Вот такая она сегодня радужная, яркая. Немножко хочу внести в нашу с вами жизнь приятных красок. Ну и, соответственно, будем применять этот подход, системный подход, говоря о взаимосвязях в природе. Путешествую, буду задавать вам разные вопросы, готовьтесь отвечать, себя оценивать. Посмотрите, пожалуйста, на две картинки. Я думаю, что после такой радужной, не зря я ее поставила в самом начале и с названием темы, такие вот пейзажи, далеко не радующие глаз. Действительно, если говорить о том, как развивалась природа, она существовала и существует без рук человека. Но если наши руки приводят вот к тому, что мы видим справа на картинках, то, конечно же, считая себя хозяином, считая себя каким-то самым главным в природе, человек, нарушая системный подход, видите, нарушает и целостность. Вот на одной из картинок, верхней справа, мы видим дым от заводов, который вредит не только нам с вами, да, как людям, которые находятся не на территории, но пусть в близлежащих районах, так вредит еще и природе. И мы видим то, что оставляем иногда, и я бы желала, чтобы такого у нас не было, то, что остается после пикника, например, да, человек пошел, порадовался, ой, как здорово, мы провели время на природе, хорошая погода, поют птички, и вот такой мусор оставил после себя. Так вот, тема, вы спрашиваете, да, Констанция, если пропустила, конечно, вернусь, взаимосвязи в природе. Все, что мы с вами делаем и осуществляем, необходимо понимать, что это находится в единой системе, и мы с вами тоже часть этой системы природы. И если мы нарушаем какие-то законы, да, или какие-то закономерности, то, соответственно, мы вредим и сами себе в том числе. Но мы видим с вами о том, что действительно, когда человек начал проживать и пользоваться природой, это еще с первобытных времен, самые первые люди, да, начиная пользоваться, не задумывались о том, что же останется после меня. Ну и правда, я же единственный, почти там один во Вселенной, да, так рассуждали первобытные люди. Но на самом деле род человеческий развивался, деятельность развивалась, но и мы видим иногда последствия этой деятельности. Так вот, мы сегодня с вами поговорим об экологических системах. Посмотрите, пожалуйста, на три рисунка, на три картинки. И эта экосистема называется луг. Что у нас обычно на лугу? Лугом называют экосистему, в которой совместно проживают вместе со средой обитания насекомые, растения, как правило, это цветы, это травы разнообразные. Ну, могут встречаться, да, и некоторые луговые животные. Так вот, конечно же, чем первая картинка отличается от третьей, да? Мой первый к вам вопрос. Первая и третья картинка. Я думаю, вам не составит труда прийти к выводу, что же в данном случае гореученик осуществил. Итак, первая картинка и третья картинка. В помощь нам и другие вопросы, которые есть на этом слайде. Конечно же, спасибо первой Викторией сигналит. Не только нету пчел, да? Мы здесь видим действительно насекомые, которые осуществляют опыление цветов, и, соответственно, этому опылению они еще несут нектар. Нектар пыльцо от растений приносят в свои домики. В данном случае это улей. Ну и, соответственно, да, мы видим, что идет взаимодействие и взаимосвязь. И вот данный гореученик, действительно, спасибо, ребят, за ответы, очень ценные ваши мысли, погибает растительность, погибают пчелы, все засыхает. Почему? Дело в том, что если мы нарушаем хоть какое-то равновесие в природе, а в данном случае, ну, для своего удовольствия мальчик собрал мед, да? И для своего удовольствия, чтобы порадоваться и получить витаминки, может быть, да, получилось, что разрушил и улей. Так вот, можно собирать мед, можно выращивать, но нужно для этого и ухаживать за пчелами, а не просто разрушать их домики. И в данном случае есть специальное направление, называется пчеловодство, когда действительно специально для людей, да, выращиваются целые семьи пчел, эти ульи ставятся в тех местах, где много трави, или наоборот, те необходимые сорта трав, которые будут потом приносить мед, ну, и тогда осуществляется не только уход, но и обслуживание этих пчел, ульев и так далее. И мы с вами не зря, да, сравнивая эти картинки, пришли к выводу, что если не учитывать такой фактор, как система луга и нарушать целостность, то, соответственно, это приведет к тому, что перед вами. А перед вами на третьей картинке, да, действительно, засохшие травы, мальчик опечален тем, что нет ни меда, ни пчел, ни цветов, ни разнотравия. Мы прекрасно понимаем, что для людей делают мед пчелы, ну, и, соответственно, да, понимаем, что если будут отсутствовать насекомые, будут отсутствовать и цветы, которые опыляют, ну, и так далее. Вот он первый пример неучитывания, да, системного подхода. Второй пример. Также сравните, пожалуйста, чем первая картинка отличается от третьей картинки. А это у нас экосистема лес. Итак, мы были на лугу, а теперь перебрались в лес. Вот такое путешествие осуществили во времени, да? И подскажите мне, пожалуйста, а чем же здесь первая картинка отличается от третьей? Найдем отличия. Они достаточно сильные и видны хорошо. Почему же у нас на третьей картинке вот такой вот достаточно печальный вид почерневшего леса? Здесь же такие же вопросы, чтобы вам было легче ответить, кто очищает лес от вредных насекомых и какова связь между второй и третьей картинками. Да, спасибо, кто мне уже отвечает. Я вижу ваши ответы. Действительно, похоже на первую экосистему, да, что же тут произошло. Если не будет птиц, очень хорошая мысль у Анастасии, то не будут, соответственно, поедаться, да, не будут птицы питаться насекомыми и нарушится цепь питания. И что же мы видим? В данном случае из рогатки, скорее всего, да, было разрушено гнездо птицы. Ну и мы понимаем, что если гнездо разрушается и некому помочь, то в данном случае, конечно, могут и погибнуть птенцы, но и улетит сама мама этих птиц, да. И в этом смысле, конечно же, нарушается цепь питания. И птицы не будут поедать насекомых. Ну и, соответственно, вот такой вот унылый вид леса. Насекомые съедают растительность, которая вокруг, и лес как будто чернеет, да. В данном случае причиной этому стали вот два таких непослушных ученика, скажем так, да. Но тут не важно, какого они пола, важно то, что они сделали. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы с вами, учитывая системный подход, казалось бы, ну подумаешь, немножечко постреляли из рогатки. Ну подумаешь, попали в гнездо. А вот подумаешь, да, какие последствия, казалось бы, таких безвинных шалостей могут произойти и к чему может привести вот такая деятельность необдуманная. Надеюсь, вы теперь понимаете. Итак, действительно, спасибо, Михаил, за подсказку. Если человек не только разрушает, да, но и поднимает, например, птенчика, выпавшего из гнезда, то мама этого птенца, скорее всего, уже, да, не подойдет, потому что оперение малыша уже испытывало, да, деятельность рук человека, и не только, может быть, в данном случае бережная, но дело в том, что остается и запах, и остаются следы после человеческих рук, и, соответственно, действительно, мама может уже не забрать такого птенца и не подлетать к нему, даже если мы положили в гнездышко. Поэтому, пожалуйста, будем осторожны, и помогать природе можно, но, видите, стараться так, чтобы мы все-таки не трогали руками ни птенцов, ни тех диких животных, подчеркиваю, диких животных, потому что, во-первых, они могут нанести и нам вред, поскольку мы для них враги, они будут защищаться и правильно делать, да, ну и, соответственно, и можно нанести вред дальнейшему проживанию этих питомцев. Да, можно применять какие-то другие и устройства, да, для этого пересаживают птенцов, уже не беря их руками, но можно и в перчатках. Итак, мы с вами рассмотрели две картинки и две экосистемы. Экосистема называется такая система, в которой среда обитания с их обитателями очень взаимосвязана. Первая система, напомню, была луг, вторая система лес. Конечно, они отличаются друг от друга, так же, как и их обитатели. Третья экосистема, а здесь что у нас такое? Давайте посмотрим опять на первую и на третью картинку. Экосистема называется река. Она уж тем более отличается от луга, от леса, от болота, от озера. Итак, система река. Что же здесь такого произошло, и что же здесь случилось? Вот у нас первая картинка, достаточно радужная. А вот вторая и третья печальная, да, и очень даже такая не только негативная, но и, так скажем, разрушительная. Да, действительно, спасибо тем, кто отвечает, построили рядом с речкой завод, и, соответственно, этот завод или станция, видите, свои очистные сооружения, чтобы какие-то выбросы от завода убрать, сосредотачивают трубу именно в реку. И к чему же происходит, приводит это действие человека? Вот деятельность труб человеческих. Видите, на самом деле, те вещества, которые поступили, это не только мусор и засорение, но это еще и загрязнение воды. То есть мы видим уже, не осталось ни рыб, одни скелета рыб, да, ну и, соответственно, река превратилась в черную мутную воду. И здесь не только рыбы умирают, Назар, совершенно верно, но здесь может еще погибнуть и уже непосредственно сам человек, потому что вылавливая рыбу из загрязненной води, мы тоже получаем отравление теми веществами, которые в этой воде находятся. Поэтому вопрос, чем отличается, вы правильно ответили, действительно, деятельностью человека. Почему погибла рыба? Мы также прекрасно понимаем деятельность рук человека, построившего завод, и прежде чем строить какие-то фабрики, заводы, да, какие-то станции, мы должны продумать очистку и построить очистительные сооружения. Тогда можно будет взаимодействовать с природой. А это как раз по нашей с вами сегодняшней теме. Напомню, мы осуществляем взаимосвязи и применяем системный подход. Так вот, если бы данный строитель учитывал, тот, кто разрабатывал этот завод, системный подход, такого бы не произошло. Ну, наверное, в пятом классе не учился естествознание, да, можем предположить и такое. Учитывайте это, пожалуйста, ребята, в своей деятельности. Еще одна экосистема, она нам с вами очень близка. Часто мы с ней взаимодействуем. Посмотрите, пожалуйста, поляна. Полянкой, да, называют ту экосистему, которая более открыта солнцу. И поэтому мы видим, да, здесь очень разнообразные обитатели. здесь обычно красивые растения, есть грибы, есть ягоды. Мы очень с вами любим отдыхать на полянке. Ну, и, конечно же, да, мы видим последствия. И опять-таки мой вопрос, а чем первая картинка на поляне отличается от второй кардинально, да, и мы видим, что привело, какое действие. Конечно, спички не игрушка, спасибо за такой лозунг, да, который применяется очень часто. И действительно, ребят, огонь, не только спички, зажигалка, другие приборы, которые вызывают вот такую деятельность огня, с ними нужно быть очень осторожны. Не зря мы с вами изучали правила по технике безопасности, даже в лаборатории, когда проводим эксперимент, нам надо учитывать. Напоминаю, мы с вами говорили, что самая жаркая часть пламени, там, где надо нагревать вещества, это верхняя часть, она почти невидима, а яркая часть уже менее такая горячая, но мы прекрасно понимаем, любой взаимодействие с огнем, любой огонь может привести вот к таким печальным последствиям. И, конечно же, в данном случае, может быть, и хотел мальчик, да, здесь развести костер, вот такие последствия случились. Хорошо, если рядом есть кому помочь, и хорошо, если рядом есть водоем, из которого можно принести воду, и в данном случае это помогло бы погасить. Но, ребят, не зря на этой картинке остановилась более подробно, вы знаете, что весна и лето это то время года, когда очень часто нам хочется посетить природу, и не зря природа весной оживает, и, соответственно, появляются радующие глаз и растения, и могут повстречаться животные, которые просыпаются от спячки зимней, а могут встретиться и те, которые не засыпали, и нам хочется пообщаться, пообщаться на природе, почувствовать запах листьев и так далее. Так вот, на самом деле, когда мы путешествуем в природу, конечно, хотелось бы согреться, а еще хорошо бы приготовить пищу, и в этом случае очень часто человек является причиной, и причиной как раз вот таких негативных последствий, да, и в этой связи мы с вами, изучая экосистему поляна, должны учитывать системный подход и сказать, что если мы что-то осуществляем в природе, то чтобы это взаимодействие не повредило природе, соблюдайте, пожалуйста, правила по технике безопасности. С огнем действительно не шутят. И очень часто маленький, вроде бы, костер, который помог согреться и приготовить пищу, является целой системой, то есть начало системы пожара. Ну и, соответственно, гибнут и животные, гибнут и растения, ну и все, что вокруг. Поэтому, видите, на самом деле зайчик, может быть, здесь еще и убежал, а может быть, к сожалению, и погиб. Поэтому имейте это в виду и очень аккуратно взаимодействуйте с природой. Ну и посмотрите после путешествия вот такое стихотворение написала Агния Барто, автор, которая очень часто, как раз взаимодействуя с детьми, писала разные интересные рассказы. Сидели на опушке на солнечной полянке две девочки, подружки, две юных горожанки из города, значит, да? Звенели птичьи трели и девочки смотрели, как все вокруг блестело, сверкало, шелестело, как плещутся верхушки зеленую волною. Сказали две подружки, как хорошо весною, какой тут воздух чистый, какой дубок ветвистый, ушли две ученицы, две юных горожанки, поют, как прежде, птицы на солнечной полянке, несется птичий гомон, но весь дубок обломан, а травка под ольхою покрыта шелухою. Чего здесь только нету, от семечек пакеты, трамвайные билеты, бумажки от ирисок, продолжить можно список, все словно потускнело, ушли две горожанки, теперь им нету дела до солнечной полянки, шумит дубок ветвистый, оставшийся листвою, качает головою, какие эгоисты, какие эгоисты. Ну вот как раз я этим стихотворением даю вам возможность почувствовать и понять, как вроде бы только что мы говорили здорово взаимодействовать с природой и действительно пообщаться, но как мы с вами прекрасно понимаем, тот мусор на опушке, на полянке, в лесу, около речки или же это луг, конечно, надо убрать. И прекрасно понимаем, что сколько будет перегнивать каждая оставленная бумага. Ну хорошо, если бумага, она все-таки быстрее перегнивает, а если это стекло, пластмасса, мы обязательно коснемся еще мусорной корзины, можно будет понаблюдать и у себя дома, да, какой мусор и сколько мы чего выбрасываем в мусорную корзину и сколько это перегнивает. Конечно, спасибо за такой комментарий, свинята, совершенно верно, вот так можно и закончить. мы прекрасно понимаем, почему касались сегодня этих экосистем, мы говорим о взаимосвязи, взаимосвязи и взаимодействии в природе. Посмотрите, пожалуйста, на выводы из того, что мы пропутешествовали по разным экосистемам, в природе все взаимосвязано, жесткое или даже жестокое отношение, небрежное отношение человека с природой ухудшает и саму жизнь человека. На самом деле, ребят, мы вредим сами себе. Да, казалось бы, мы просто там на полянке посидели, оставив мусор, а уже на этом месте другой человек не сможет отдохнуть, но и не только человек, а и животные растения. Мы прекрасно понимаем, что там, где мы разводили костер, конечно, не сможет очень долго расти трава. Но траве понадобится месяц для восстановления. Поэтому, понимая, что уничтожая траву, мы уничтожаем и среду обитания. Все взаимосвязано. И, глядя на эти выводы, мы говорим, что существует взаимосвязь между растениями, насекомыми, птицами, животными и понимаем, что нарушаются те цепи питания, о которых мы говорили на лугу. Если не будет растений, птиц, насекомых, погибают животные. Если не будет растений, насекомых, погибают и птицы. Если не будет растений, погибают насекомые, от насекомых гибнут и растения. То есть, соответственно, к тому примеру, как в лесу, птицы не истребляли, птицы не употребляли насекомых, но и насекомые как раз-таки съели растения. У меня к вам в этой связи очень интересный рассказ, мы с ребятами его обсуждали в классе. Агрономы, те, кто работают землей и выращивают различные растения, выращивая рис, обнаружили, что урожай риса съедается очень достаточно быстро птицами, то есть склевываются зернышки. Что же подумали агрономы? А давайте мы поставим чучело, давайте мы поставим пугало и отпугнем от данного поля, где растет рис, мы отпугнем птиц. И вот что же, как вы думаете, произошло? Тема перед вами. Что же произошло? Как же и пострадал или не пострадал урожай риса? Ведь агрономы предприняли правильное действие, чтобы собрать хороший урожай, они расставили пугало на поле с рисом и отпугивали птиц. Так, совершенно верно, Анастасия первая догадалась, да, уже мне сигналит в чате. Конечно же, урожай риса претерпел тоже негативные последствия, то есть собрали практически столько же или меньше. Рис съели некоторые насекомые, даже не успев вызреть этот рис, пропадал под действием насекомых. Отпугивая птиц, мы тем самым лишаем птиц с одной стороны еды, да, они кормятся насекомыми и в данном случае рисинками, но и насекомые остались без, так скажем, да, потребления птицами, соответственно, они употребили практически весь, все побеги риса. То есть как раз-таки вот нарушение цепи питания привело к этому. Видите, и даже хищники нужны. Мы понимаем, что если не будет хищников, то растения опять-таки будут съедаться теми организмами, которые, которыми питаются хищники. То есть видите, как все взаимосвязано. И вот она тема. Кто-то только меня спрашивал, да, как раз взаимосвязь экосистем и взаимосвязь в природе. Посмотрите, пожалуйста, какая интересная, да, замкнутая цепь. Действительно замкнутая. Если мы говорим, что растения, да, сами себя не потребляют, то растениям обязательно питаются травоядные животные. И в данном случае, пример, заяц, травоядное животное. Кстати говоря, да, мы тоже с вами употребляем растения в пищу, но мы не только травоядные, мы еще едим и животную пищу. Поэтому можно так выразиться и то, и другое, да, то есть универсальное. И назову уже, да, по цепи питания. Зайца может съесть леса. И, соответственно, уже после того, как жизнедеятельность животных заканчивается, они попадают в почву и их разлагают бактерии, грибы. Соответственно, дают, действительно, да, дают вот ту основу органическую часть почвы, перегнивая, называется это перегной. Мы обязательно разберем тему почвы. И благодаря этому уже произрастает дальнейшее растение. Да, действительно, Валерия, не могу не согласиться. Мы всеядные, действительно, мы едим и то, и другое. А Назар правильно сказал, круговорот, да, в данном случае на этой схеме. И мы понимаем, что все организмы связаны друг с другом. Назову я это грамотно. То, что произрастает на почве, называется продуценты. Они нам дают продукты для питания, поэтому название продуценты. Продуценты – это все зелёные растения на планете. Их едят животные, ну, в том числе и человек. Животные и те, кто питаются продуцентами, называют консументы. Консументы – это те, кто едят продуцентов. И, соответственно, те, кто разлагают, разлагают в почве редуценты. И вот таким образом продуценты, консументы и редуценты связаны друг с другом. Видите, как всё взаимосвязано в природе. Ну и не зря, да, я вам называла разные экосистемы. В данном случае, видите, составлена пищевая цепочка животных. Мышки тоже, да, питаются семенами, семечками, травой, зайчики. Соответственно, мышей поедают лисы, совы, ну и так далее, да. Они уже дают свои остатки, которые переходят в почву. Видите, цепи питания достаточно обширны. Здесь вот у нас и птицы, и насекомые, и растения. И всё взаимосвязано, всё находится во взаимодействии. Природный комплекс, вот то, на что ещё хотелось бы обратить внимание на сегодняшнем уроке. Мы рассматривали с вами луг, болото. Болото меньше касались, а реку рассматривали, да, лес рассматривали. Ну, есть ещё и экосистема болота, это отдельная система. Они все называются природными комплексами. Что это значит? В комплексе соединены все части, которые обеспечивают существование этого природного комплекса. Посмотрите определение. Природный комплекс, сокращённо ПК, закономерное сочетание всех компонентов природы. Это горные породы, это воздух, в котором есть определённый климат для произрастания. Это, конечно же, вода, это, безусловно, растения, это животный мир, сосредоточенный на определённой территории, на рельефе. И это, конечно, внутренняя энергия земли, почва. И всё это образует климат и взаимосвязи друг с другом. Посмотрите, как всё зависит. Зависит друг от друга, как в этой простой системе шариковой ручки. Вот на простом мы научились, на простом примере мы научились сложному. Я надеюсь, вы теперь понимаете, что там, где произрастают определённые виды растения, сложился определённый рельеф. Рельеф и растения гор отличаются от рельефа и растений пустыни. Конечно же, и луг, и лес имеют отличие. И озеро, и река, и болото, и океан. Это всё природные комплексы. И не зря на каждом природном комплексе существует свой растительный мир и свой животный мир. И там тоже осуществляются взаимосвязи. Итак, природный комплекс – сочетание всех компонентов, обеспечивающих жизнедеятельность в этом природном комплексе. Вот они, примеры природных комплексов. Я их только что перечислила. А сейчас, глядя на картинку, мы с вами можем ещё раз повторить и убедиться. Природные комплексы отличаются по размерам. Мы прекрасно понимаем лес, луг, болото, море, горы. Они имеют не только свой рельеф, но и разные размеры. А ещё разные климатические условия. Конечно, климат в лесу, климат на горе, у подножья горы имеет большие отличия. И отсюда отличия и в растениях, да, в растительном и в животном мире отличия. То есть мы прекрасно понимаем, что все природные комплексы отличаются друг от друга, имеют свои особенности и имеют свои закономерности. Да, конечно, и морская вода, и море – это тоже природный комплекс. Это тоже то, что обладает какими-то своими особенностями. Ну и посмотрим на географическую оболочку. Мы с вами скажем, что действительно оболочек много. Есть атма, гидра, литосфера. И все эти оболочки друг от друга отличаются и имеют свои особенности. Посмотрите, пожалуйста, на следующий год. Кто будет продолжать обучение, но уже в шестом классе, мы обязательно подробно рассмотрим каждую. Что такое атмосфера? Наверное, будет понятно, если мы рассмотрим по картинке. Атма – это воздух, сфера – шар. Атмосфера – шарообразная оболочка, состоящая из воздушных, так скажем, да, из воздуха, из воздушных частей. Конечно, мы обязательно ее коснемся, подробно будем изучать, напомню, в шестом классе. Ну, а сегодня нужно знать, что без воздуха нам с вами не обойтись. Я думаю, это понятно. Если попробовать задержать дыхание, то долго мы не сможем задерживать дыхание. Где-то порядка минуты, а уже две или три – совсем сложно. Это у определенных организмов бывает, у тех организмов, которые натренировывают свои легкие и, соответственно, да, могут дольше задерживать воздух. Но, тем не менее, мы понимаем, больше трех минут человеку, животному практически не прожить без воздушной оболочки. Посмотрите теперь на нижние оболочки. В данном случае это гидросфера, гидровода, сфера шар. И получается действительно вот ваш пример. Морская вода – тоже комплекс. И гидросфера включает в себя все воды. Это и озера, это и реки, это болото, это океаны и моря в том числе. И в каждом природном комплексе – море, озеро, болото, река и так далее – свои живые организмы, свои обитатели, свои климатические условия. Итак, мы с вами коснулись гидросферы. Без нее нам тоже не прожить. Без воды человек может порядка трех суток, это максимум. Ну, а так хотелось бы, чтобы все-таки мы потребляли, мы на 70% состоим из воды. И поэтому мы прекрасно понимаем, что это наш друг, наш помощник. Недавно мы с вами как раз рассуждали о том, что без воды практически не обойтись. Ну, и здесь подтверждение этому. И еще одна оболочка – литосфера. Лито – твердая. Твердая оболочка Земли. Естественно, на ней не только почва. На ней и горы, и овраги, и вообще все живые существа, которые на поверхности Земли существуют. Если бы не было твердой оболочки Земли, то мы с вами бы тоже не могли бы ходить по Земле. Ну и, соответственно, мы прекрасно понимаем, что и без этой оболочки нам тоже не обойтись. И вот, ребята, они все взаимосвязаны. То есть трудно было бы не привести такой пример, да, когда действительно, существуя в какой-то одной оболочке, можно было бы убрать другую. Невозможно обойтись ни без твердой оболочки, ни без жидкой, ни без газообразной. И, ну, чуть-чуть поменьше, Мария, на 70% мы состоим из воды. Если смотреть на овощные и ягодные культуры, то ближайший по 70% как раз процентов воды – это огурец. Наш ближайший такой соратник по содержанию воды. Итак, мы рассмотрели все три оболочки Земли. Ну, очень поверхностно, конечно, просто сказали, что это за оболочки и что в них существует. Конечно, ребята, все природные комплексы существуют в своей оболочке, но, опять-таки, эти оболочки друг с другом взаимосвязаны. И еще одна оболочка, которой нельзя, наверное, не коснуться – это биосфера. Итак, их четыре. Атмосфера газообразная, воздушная. Гидросфера водная, жидкая. Литосфера твердая, оболочка Земли. И биосфера – живая, биожизнь, живая оболочка. Часть географической оболочки, заселенная живыми организмами и преобразованная в результате их жизнедеятельности. Мы с вами относимся, конечно, к биосфере, к живой оболочке Земли. И Владимир Иванович Вернадский, изучающий биосферу, очень хорошо как раз сказал о том, что все, что включает биосферу, все живые организмы связаны с неживыми, с неживым веществом, созданным или переработанным. То есть нельзя сказать, что биосфера – это отдельная оболочка Земли, она ни с чем не взаимосвязана. Нам не обойтись, мы сказали, и без воздуха, и без воды, и без твердой оболочки Земли. Ну а сами мы друг без друга тоже очень скучаем. Поэтому в биосфере живые организмы тоже взаимодействуют друг с другом. И пищевые цепи питания мы тоже об этом проговорили. Начиная с природного комплекса луг, мы с вами говорили о том, что нельзя нарушать те закономерности, которые есть в этом природном комплексе. А вот лесные законы. Посмотрите, пожалуйста, да, вот то, что нужно соблюдать. Итак, если в лес пошел гулять, свежим воздухом дышать, бегай, прыгай и играй, только чур не забывай, ветки дуба не ломай. Это вот как раз отклик на то стихотворение Агни Барто про горожанок, да. Когда девочки, отдыхая, сломали ветки дуба, сколько понадобится, чтобы эти листья и сами веточки выросли еще и восстановились. Мусор с травки убирай, собери его в мешок и неси домой, дружок. Ну и соответственно, да, мы прекрасно понимаем, даже может быть и больше, Валерий, может быть и больше года понадобится. Потому что смотря какая ветка была сломана, большая или маленькая. Цветы травку не топчи, ты цветы побереги. Их не надо много рвать и увядшими бросать. Уж тем более, если был сорван цветок, продлите ему жизнь. Пусть он постоит уже в водичке, да, и порадует глаз. Но опять-таки, это можно делать тогда, когда ты и выращиваешь, и помогаешь природе. Соответственно, да, можешь уже выращенные цветы принести в дом, порадовать себя и близких. Ну, желательно радоваться на природе, не срывая. Муравьев не обижай, домик их не разгоняй и не разоряй, да. Здесь не нужно всех ловить, топать, хлопать, палкой бить. Ну, и кроме того, мы знаем прекрасно, что муравьи тоже пытаются обороняться. Если палочку опустить в муравьиный домик, а потом попробовать на вкус, то она будет очень-очень кислой. Муравьи выделяют муравьиную кислоту. Они не кусаются, они выделяют, выпрыскивают кислоту для защиты. И поэтому, вот так обороняясь, они оставляют след. Поэтому щиплет кожа. И в лесу нельзя шуметь, даже очень громко петь. Испугаются зверюшки, убегут с лесной опушки. Прекрасно тоже понимаем, что если громкая музыка, если какие-то такие очень шумные песни, то, конечно же, и звери разбегутся, да, да и людям будет очень тяжело в таком шуме. Из рогатки не стреляй, птичьих гнезд не разоряй. Ты пришел не убивать, должен ты их защищать. Вот это хороший лозунг. Хотелось бы, чтобы мы соблюдали все, что есть, да, и защищали все, что есть в природе. И понимали, что нарушая что-то одно, это может привести к последствиям совершенно непредсказуемым, если не учитывать системный подход. Бабочки пускай летают, но кому они мешают? Да никому не мешают, только наоборот приносят не только пользу, но и радость. Конечно, очень интересно наблюдать и восхищаться и цветом, и полетом, и так далее. Туши костер в лесу всегда, с костром случается беда. Мы это с вами рассматривали в экосистеме лес. Я надеюсь, вы теперь запомнили, и не будете нарушать лесные законы, и будем сохранять. Соответственно, мы лишь только гости, ты в лесу всего лишь гость. Здесь хозяин, дуб и лось. Их покой побереги, ведь они нам не враги. Лес для зверюшек, дом родной, за них в ответе мы с тобой. Вот если мы будем об этом, ребят, думать, то, конечно, да, мы постараемся и действовать, и делать так, чтобы не только, да, не навредить, но и помочь природе, и где-то посадить. Посадить дерево, посадить растение, которое будет приносить пользу, ну и взаимодействовать. Вот действительно то, чем хотелось бы наш урок заканчивать, да. Мы вот так, путешествуя, быстро подошли к концу урока. Правила поведения не только в лесу, но и правила поведения в природе вообще. И на лугу, и в лесу, и у реки мы с вами гости. И поэтому стараемся поменьше беспокоить птиц, животных, растения, особенно когда у них период выращивания детишек, да, период появления птенцов, маленьких зверей. Да, не надо с собой забирать, потому что мы, возможно, и не сможем прокормить, не сможем, если это совсем, да, новорожденные птенчики, не сможем сохранить их. Ну, а мама, соответственно, мы уже с вами говорили, не будет их забирать и к ним подлетать, если мы их уже брали в руки. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы мы не лишали природу красоты, забирая растения, чтобы мы с вами все-таки соблюдали тишину. Естественно, видите, мудрость народная гласит, один человек оставляет в лесу след, сто человек тропу, а тысяча пустыню. То есть вытаптывание происходит, если тысяча человек пройдет вот по какой-то дорожке. Поэтому понимаем, что для того, чтобы все-таки сохранить мир, сохранить природу, соблюдаем чистоту. Помним, что бумага до полного разложения, видите, может лежать около двух лет, даже больше, да, консервная банка 90 лет. Вот полиэтиленовый пакет 200, а стекло 1000 лет. И поэтому должны быть заводы по переработке. Но опять-таки думаем об очистных сооружениях. Если какой-то завод даже по переработке мусора строим, то нужно понимать, как это отразится на природе. И тогда наша совесть будет с вами чистой, настроение хорошим, ну и мы будем взаимодействовать с природой дальше. Ребята, на следующих уроках мы с вами обязательно еще попутешествуем, посмотрим уровни организации живой материи. Материя, о которой говорили на предыдущих уроках. Ну а вопросы вам для повторения, чтобы вы вспомнили наш урок. Можно показать взаимосвязь организмов на рисунке, можно, да, найти примеры в жизни. Вспомните, что такое природный комплекс. Приведите примеры. Сегодня было много природных комплексов на слайдах. Вспомните, какие оболочки Земли мы с вами сегодня изучили, прошли по ним, да, пропутешествовали. Сказали о гидроатмо-био-элитосферах, да. Ну и, соответственно, какова роль цепи питания. Кто разработал учение о биосфере, надеюсь, вы запомнили ученого. Мы произнесли с вами фамилию Вернадский. Можно найти его труды, почитать, ну и, соответственно, еще раз вспомнить о сегодняшнем уроке. Вот вам такое творческое задание. Как можно улучшить экосистему луга, как можно восстановить экосистему леса, реки, полянки. И можно, да, даже рисунок для улучшения, соответственно, нарисовать, ну и им, может быть, даже поделиться, да. И в этом смысле творческое задание нам всегда помогает, поэтому не ленитесь, попробуйте это сделать, как осуществить. А я, соответственно, вас благодарю за сегодняшний урок, за внимание, кто помогал, кто находил отличия в картинках и кто хорошо воспринял тот материал, который мы сегодня изучали. А изучали мы взаимосвязи в природе, в экосистемах. Хорошего дня. Спасибо всем за внимание. До встречи на следующем уроке. Порисуйте обязательно экосистемы. До свидания.